МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До сих пор в Костанае запущено 12 проектов на сумму 230 миллионов тенге. Во главе угла каждого из них – комфорт, безопасность, эффективность городской среды. В своей продвинутости Костанай сегодня не хочет отставать от столицы. Город успешно уходит в цифру. Смарт Костанай мобильное приложение мы запустили 24 июня 2018 года. Мы официально презентовали Акиму Костанайской области, Мухаммеду Аршимову Бекижановичу. Все услуги, оказываемые данным мобильным приложением, все бесплатные. Во-первых. Во-вторых, все касается жизнеобеспечения города и интегрировано со всех приложений, какие имеются в нашей области. Сункционал данного мобильного приложения составляет 42 услуги. Среди населения больше всего пользуются популярностью проверка адрес штрафов на каждого физлицо, юрлицо. Кто бы это ни был, кто пользуется автотранспортом, те проверяют свои данные. Есть ли на нем административные штрафы – это раз. Налоговые задолженности – это два. Постановка детей в садике. Запись приема к врачу. Это является самым популярным. Также среди местных исполнительных органов самое популярное – это проверка на подлинность больничных листов. Костанайцы пока только привыкают к новшествам. Сегодня тем же мобильным приложением Smart Kostanai пользуется чуть более 10% населения. Но все это вопрос времени, уверены представители местной власти. С костанайскими стартапами один хаб мы разработали. Это, получается, студент строительного колледжа. Он сам изъявил желанием. Социальный проект мы запустили – это «Инво-такси». Он создал интернет-ресурс, где люди с ограниченной возможностью могут записаться, получить услугу в виде такси на безвозмездной основе. Если анализируют прошлый год, первое время было все спектически. Сейчас мы видим, что многие уже взялись за гаджеты, закачивают мобильные приложения, пользуются. В этом направлении идет тяжелая работа, но она идет в гору. Почему? Потому что они понимают, что сейчас создают принцип одного окна. Грандиозные планы и вполне реальные задачи. Так на примере столицы в Костанай планируют запустить единый контакт-центр «Айкомек». Это позволит отслеживать и оперативно решать многие городские проблемы – от порыва трубы до стихийных свалок. Сегодня такая служба – непременный атрибут умного города, как и умные фонари, освещающие улицы, или регулирующие дорожное движение, умные светофоры. Начиная с 2018 года в городе Костанай был разработан план по реализации умного освещения и умных светофоров в нашем областном центре. Он подразумевает в себе три этапа. В 2018 году мы реализовали первый этап, где были выделены первые бюджетные деньги на перевод аналоговой нашей 109-й службы диспетчерской полностью в цифровой формат и оснастили 220 светильников на улицах города и 35 умных шкафов. На эти цели городским бюджетом было предусмотрено более 40 миллионов тенге. Работы были выполнены в срок и качественно. Параллельно с реализацией проекта «Умное освещение» в 2018 году в Костанай приступили и к переводу в цифровой формат светофорных объектов. На первом этапе мы полностью переосустили 47 светофорных объектов, которые на сегодняшний день включают в себя единую сеть, позволяют также в режиме реального времени контролировать работу светофорных объектов, удаленно переключать режимы работы и время работы светофорных объектов, которые положительно сказываются на снижении так называемых заторов, увеличивают пропускную способность на центральных улицах города Костаная, тем самым снижается время наших граждан нахождения в пути. Прелесть цифровизации так или иначе испытал на себе каждый житель Костаная, ведь она коснулась практически всех сфер общественной жизни. К примеру, костанайцам больше не приходится подолгу дожидаться выбившегося из графика автобуса. О малейшей задержке они могут сообщить в Акимат с помощью обычного мессенджера, и проблема будет решена. Кроме того, в ближайшее время костанайцы, также следуя положительному опыту города Нур-Султан, будут расплачиваться за проезд в общественном транспорте с помощью пластиковой карты или QR-кода. На сегодняшний день пока у нас только реализован пилотный проект. На трех маршрутах и шести автобусов в средствовом режиме сейчас они опробованы. Но там простая пластиковая карточка, которая также именная, на которую будет возможность закидывать деньги. И по этой карточке непосредственно путем безналичного расчета осуществлять поездки по городу. Параллельно сейчас очень много сейчас предложений, вот именно в части общественного транспорта. На сегодняшний день также есть предложение, которое посредством расклеивания QR-кодов внутри автобусов будет позволять считывать этот QR-код и произвести оплату уже платежной карточки. Цифровизация по линии ЖКХ дала возможность отслеживать в режиме реального времени и работу инженерных коммуникаций. К тому же местные жители стали устанавливать приборы учета с функцией передачи данных, что значительно упростило их жизнь. Цифровизация стремительно захватила и сферу здравоохранения. Так, к примеру, 25% жителей Костанайской области сегодня используют мобильное приложение, к которому привязана их электронная амбулаторная карта. К слову, им охвачены 100% всех беременных женщин и детей до 5 лет. На этот год также прописана программа расширяющая. Значит, с Акиматом сейчас проводятся переговоры по увеличению финансирования, замене части оборудования, принтеров и далее. Значит, и была подключена программа специально информационная для ускорения работы скорой помощи. Это вызов, установка GPS, контроль и так далее, что позволило тоже сократить доезд скорой помощи до ПЦИ. Следующий шаг – это подключение программы ПАК-системы, которая бы позволила сохранить цифровое изображение наших рентген, КТ, МРТ, УЗИ аппаратов, подключить специальную программу ЛАП, чтобы позволило сразу, значит, в электронную историю болезни оборудованную карту отправлять данные с лаборатории. Рождению новых идей и IT-продуктов в Кустанай способствует сама среда. Здесь работает технопарк «Цифровой хаб», где IT-специалисты и новаторы разрабатывают стартапы. Хаб оборудован лабораторией с суперсовременным освещением и служит площадкой для мастер-классов, тренингов и обмена идей. Так как наш регион имеет аграрно-индустриальную направленность, у нас в сфере АПК сейчас цифровизация. АПК имеет особую актуальность. Из агросферы предприниматели, они сейчас тоже активно интересуются и внедряют цифровые технологии. Работая совместно с нами, мы реализовываем ряд проектов. Это есть и проекты регионального масштаба, есть республиканского, и есть даже уже международные проекты, которые мы планируем в этом году внедрять в хозяйствах нашей области. И еще одно приятное открытие – то, что в Кустанай готовят свои собственные цифровые кадры. В нашей школе созданы все условия для развития информационных технологий. Занятия в школе нацелены на изучение IT-профессии для дальнейшей глубокой профилизации наших учащихся в области той или иной специальности. Преподаватели школы прошли обучение по своим технологиям. И в настоящий момент успешно внедряют эти технологии в учебный процесс. Это и развитие языков, и инженерии, и программирование, 3D-моделирование, облачных технологий. В школе обучается 171 учащихся со всей области. 8 класс-комплектов, 2 из них на государственном языке обучения. Будучи кузнецей IT-кадров, неудивительно, что в спецшколе-интернате информационных технологий применяют новейшие цифровые разработки. Учащиеся школы активно занимаются научно-исследовательской работой. Они придумывают свои стартап-проекты и пишут программные решения, которые решили бы существующие проблемы города. Редактор субтитров А.Семкин